Экологическая катастрофа в масштабах одного поселка. На минувшей неделе в Дубках погибло более 6 тонн рыбы. Но мутной оказалась не столько вода, сколько обстоятельства произошедшего. Мы не отрываясь, следим за главными событиями, которые происходят в Саратове и регионе. В эфире программа «Саратов. Итоги» и я, Вероника Арапова. Здравствуйте и смотрите прямо сейчас. Клёва больше нет. Росприроднадзор пытается разобраться в мутной истории массовой гибели рыбы. Спасти за Волжьи от обезвоживания. В пруды и левобережных районов закачали необходимую воду. Неравный счет в зарплатах спортсменов. Саратовские капелла получают гонорары, сравнимые с бюджетом команд. В то время, как местные звезды продают недвижимость, чтобы организовать чемпионат. Секретные военные технологии Китая и по-настоящему русская находчивость. В селе Широкий Карамыш завершились международные армейские игры. В поселке Дубки снова прорвало канализацию. По словам предпринимателя, он же пострадавший, труба лопнула в том же месте, что и несколько дней ранее. Инцидент уже расследуют профильные ведомства. Напомню, экологическое ЧП произошло в частном пруду поселка Дубки. На поверхность всплыли тонны обитателей водоема. Как уже удалось выяснить, мутной оказалась не только вода, но и история с поиском виновника. Репортаж Сергея Сазанова. Вот она уже полуразложившаяся здесь. Жители поселка Дубки только и говорят, что произошла экологическая катастрофа в масштабе одного водоема. Этот пруд – излюбленное многими место отдыха, потому что здесь всегда клевало. Самы, толстолобики, щуки. Здесь можно было даже раков поймать. Но буквально за пару дней все живое в этом водоеме погибло. Рыба бесилась, потому что воздуха не хватало. Раки начали выползать на берег. Мотыль даже повылазил из илы и появился на камыше. Лягушки все по берегу сидели. Ракушка начала, улитка начала вылазить на берег. Рыба глотала воду сперва изначально, когда все это только началось ртом. Все на поверхности находилось от малька до крупной рыбы. И к обеду, когда уже жара пошла, в принципе, и, видать, еще больше отравления произошло, рыба начала всплывать и на боку вся эта рыба в очень большом количестве. За три дня из пруда вытащили более шести тонн погибшей рыбы. Когда из воды доставали 30-килограммового сама, Игорь Сузгаев чуть не плакал. За несколько лет он сделал из этого пруда популярное место отдыха. Расчистил дно, построил мостики, запустил мальков. На платную рыбалку сюда приезжали по 20-30 человек ежедневно. Вечером 7 августа хозяин частного пруда сначала почувствовал неприятный запах. Потом заметил, что уровень воды значительно поднялся. Все свидетельствовало об одном – в пруд попадают канализационные стоки. Но найти виноватых оказалось не так-то просто. В отделе по надзору за водными ресурсами утверждают, коллектор, который напрямую связан с прудом, никто на баланс принять не успел. Выяснили, что это была авария на канализационном коллекторе, который идет, напорный канализационный коллектор, который идет из поселка Дубки в поселок Красково и далее в городскую систему канализации ночные сооружения Саратовского канала. В результате этого поры по вражно-балочной системе сточные воды, стекли, попали в пруд, который арендует частный предприниматель для разведения рыбы. Сейчас пруд временно закрыли. Специалисты взяли пробы воды и уверяют, что уже через пять дней точно скажут, от чего погибла рыба. Канализационные воды могли послужить причиной массового замора, если их концентрация была превышена в разы. Игорь тем временем подсчитывает убытки. Ущерб за эти четыре дня экологического бедствия составил более полутора миллиона рублей. Первый раз у нас такая ситуация. И, ну, я не знаю, весь бизнес, в принципе, теперь погиб. За все, что мы выращивали эти, сколько там, 12 лет получилось, да, очень большой рыбы там от 10 в среднем килограмм и выше она там по 15. Это маточный поголовник, который выращивался и который давал уже свой, ну, приплод, малеку у нас был свой уже. Ну, все погибло. В числе пострадавших оказались и местные жители. Они лишились единственного источника для полива огородов и рискуют вовсе остаться без урожая овощей. Сергей Сазанов, Александр Бачков, Саратов-24. Отдаленные районы Левобережья спасли от обезвоживания. Буквально на днях местные пруды наполнились водой. На протяжении 40 дней Саратов-Мелеводхоз не переставал закачивать воду из Волги в каналы. Столь масштабную работу профинансировало российское правительство. О катастрофичной ситуации в Заволжье и о том, как решалась серьезная проблема водообеспечения. Репортаж Ексерин Заграничный. Влага из почвы испаряется прямо на глазах. Издалека кажется, что посреди поля вода. На самом деле это просто мираж. В этом году в Новоузенском районе температура на поверхности почвы превышала 70 градусов. Все сельхозкультуры погибли. Единственное, на что рассчитывают местные фермеры, это скот. Однако животноводство, как подушка безопасности, само оказалось в опасности. Сокращение. Причина тому – серьезная проблема с водообеспечением. Сейчас у нас воды немного остался, запас. Вот телят будем поить. Мы набираем воду. Эти кадры были сняты еще в апреле. Уже тогда жители отдаленных районов Левобережья как никогда экономили воду. За сушливая осень, зима почти без снега и полное отсутствие паводка весной оставили местные села без капли воды. В прямом смысле слова. Чтобы не допустить катастрофы, решением проблемы тут же занялись не только на региональном, на федеральном уровне. Проехав лично все заволжские районы, председатель комитета по аграрным вопросам Государственной думы Николай Панков провел ряд встреч в Минсельхозе страны. Результат – Саратов-Милеву водхозу выделены 117 миллионов рублей на обеспечение водой. Конечно же, вот такое в хорошем смысле беспокойство за нужды района Николая Васильевича непосредственно. Они, можно сказать, возымели действия, потому что именно то привлечение на высоком уровне к проблемам Саратовской области, к проблемам маловодных регионов, оно позволило нам аргументировать, представлять материалы и доказывать во всех инстанциях о дополнительной потребности в этих деньгах. Нам сейчас нужно еще и сохранить воду, ведь не просто корма, а еще и вода. Вы посмотрите, ее здесь нет. Поэтому сейчас то, что Саратовский канал ведет закачку воды, она где-то, наверное, через дней 40, наверное, в течение месяца приходит сюда в Новокзинск. Я думаю, через две недели, потому что уже две недели они закачивают, они не переставали отдать должное здесь милю водхозу, который не переставал закачку воды. В профильной структуре знают, насколько значимую выполняют миссию. Уже вышло постановление российского правительства о том, что деньги выделены Саратов-милю водхозу, рассказывает директор управления Владимир Соколов. Эта работа ведется, планомерно ведется, частично она уже выполнена. По некоторым районам часть продолжаем выполнять. Я думаю, что эту программу, которую наметили в мае, с помощью, опять же, Николая Васильевича Панкова, мы эту программу выполним. К примеру, только на территории Новозинского района находятся 280 прудов. И строго в назначенный срок они стали заполняться водой. Для нас очень важно, что на сегодняшний день, благодаря поддержке Николая Васильевича, выделяются деньги для того, чтобы большинство этих прудов наполнить к осени. Потому что проблема у нас и с неурожаем, а еще вода. И тогда произойдет для нас катастрофа. То есть это получается, что спасение для вашего животноводства? Да, это для нас спасение. Вот отара овец. Только что с водопоя так и должно быть, говорит руководитель местного сельхозпредприятия «Красный партизан» Василий Щетинин. Животные не должны страдать от засухи. Конечно, это зимовка. Без воды мы зимовать не можем. Это реально, это даже не обсуждается. А не заполнить, значит, нужно отсюда выезжать или уезжать, или бросать. Без воды из жизни не быть. Животноводство нужно оставлять, это необходимое дело. Но не просто животноводство, а именно племенной животноводство. Продукт, высококачественный продукт. И до чего мы добились. Вот у нас плем овца остался, мы единственный племзавод в Саратовской области. Обеспечивают себя и других жителей региона собственные качественные продукции. Уверяют, когда вот так общими усилиями удается решить серьезную проблему водоснабжения, объемы сельхозпроизводства будут стараться сохранять на должном уровне. Екатерина Сгранична, Олег Бирюков, Саратов, 24. Крыша ТЮЗа все-таки оказалась временной. Сейчас чиновники обещают воссоздать исторический облик здания и не потратить ни копейки из бюджета. Прямо сейчас в нашей программе дайджест основных событий недели. Саратовский завод автономных источников тока должен выплатить своим сотрудникам 33 миллиона рублей. Глава госинспекции труда по Саратовской области Алексей Санников сообщил журналистам, что долг перед рабочими накапливается с начала года. Только за май руководство должно выплатить работникам 16 миллионов рублей. Но, как заверил профильного чиновника директор предприятия, эта задолженность уже погашена. В свою очередь глава инспекции отметил, что за ситуацией на заводе АИД будут тщательно следить. А лиц, допустивших такое положение дел на предприятии, привлекут к ответственности. Есть все признаки для возбуждения уголовного дела и дисквалификации руководителя. Потери контрактов и возможные массовые сокращения на заводе «Контакт» диагностируют напряженную ситуацию. По информации одного из интернет-агентств, завод потерял 60% заказов, которые не связаны с государственными контрактами по линии обороны. В связи с этим на предприятии возможны массовые сокращения сотрудников. Под увольнение могут попасть около 300 человек. Не исключено, что рабочие также могут устроить забастовку, как это случилось на заводе автономных источников тока в заводском районе. Между тем, в государственную трудинспекцию пока жалоб от коллектива предприятия «Контакт» не поступало. Арбитражный суд Саратовской области признал незаконной приватизацию мельницы купца Чемодурова. В Росимуществе посчитали, что приватизация мельницы технически не была завершена, и объекты должны вернуть государству. Мельницу Чемодурова продали в конкурсной массе разоренного Пугачевского мукомольного завода в ноябре прошлого года. Памятник культуры приобрел житель Самары за 2 миллиона 700 тысяч рублей, тогда как кадастровая стоимость объекта превышает 29 миллионов. 15 июня на очередном заседании в арбитражном суде представитель покупателя прямо заявил, что вопросы по приватизации собственности были решены еще 15 лет назад. В это время предприятием руководил Владимир Капкаев, который сейчас является председателем Саратовской областной думы. Жители Петровска вынуждены пить некачественную воду. Как сообщает региональная прокуратура, поставщиками данной коммунальной услуги являются местные предприятия, коммунальные системы и коммунальный комплекс. Многочисленные бровы показали, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прокурор города обратился в суд с исками обязать поставщиков коммунальной услуги поставлять жителям качественную питьевую воду. Представители Фемиды удовлетворили требования прокурора, и сейчас компания добровольно исполняет судебные решения. Крыши ТЮЗа все же будут менять. Такое решение журналистам озвучил председатель Комитета капитального строительства региона Алексей Решетников. Он заявил, что это временная конструкция, которая будет демонтирована. Более того, чиновник заверил, что все работы подрядчик выполнит за свой счет. В процессе реконструкции произошло прямое отступление от согласованной проектной документации, которая предусматривала восстановление памятника архитектуры в первозданном виде. А дешевый профнастил, который использовали строители, не соответствует историческому облику театра. Кроме того, работы выполнены с нарушением. Если театральную кровлю так и не переделают, то, по мнению экспертов, профильные чиновники областного правительства могут понести ответственность за нарушение федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. Город вынужден взять бюджетный кредит. Вопрос соответствующих изменений стал единственным в повестке дня на внеочередном заседании Саратовской городской думы. Депутатам было предложено увеличить муниципальную долю софинансирования программы по переселению людей из аварийного жилого фонда. Репортаж Екатерина Заграничной. Почти полторы тысячи квартир нужно городу, чтобы в этом году переселить людей из ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет активная работа, чтобы в кратчайшие сроки найти выход из непростого положения. Городские депутаты вынуждены внести соответствующие изменения в бюджет, которые связаны с тем, что региональное правительство своим постановлением исключило софинансирование со стороны области мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда Саратова. Планируемое ранее долевое финансирование в 2015 году за счет средств областного бюджета в сумме 485,7 миллиона рублей предлагается заменить предоставлением бюджетного кредита муниципальному образованию города Саратов. Это по второму этапу программы переселения. По сути, получается, ровно на эту сумму увеличивается дефицит и без того критичного городского бюджета. Но этот кредит мера вынужденная, говорит глава Саратова Олег Грищенко. Законодательство пока не дает других возможностей, а муниципалитет просто не может допустить, чтобы тысячи людей остались на улице. Пока ситуация не изменится в федеральном законодательстве, так оно и будет продолжаться. Мы так и будем каждый год продолжать брать кредиты, потому что тот бюджет, который каждый год мы утверждаем, или нам его утверждает, как удобно кому слышится, Конечно же, он все наши потребности не исполняет. Поэтому нам приходится кредитоваться, потому что нам денег на исполнение наших полномочий не хватает. Поэтапно решают проблему, связанную с покупкой необходимого количества квартир. Есть определенные сложности как с расценками за квадратный метр, так и с объемом необходимого городу жилья. Часть квартир в районе 300-400 мы купим в одном микрорайоне Ивовка. Даст экономное жилье по цене 26 тысяч 180 рублей за один квадратный метр. А в солнечном ценах минимальная 28 тысяч за квадратный метр. Предполагаемый срок кредита – три года. Кроме того, сейчас рассматривается и возможность его реструктуризации. Исписание ранее взятого бюджетного кредита обсуждается регионам на федеральном уровне и вопрос продления срока мероприятий в рамках второго этапа программы переселения из аварийного жилого фонда. При выполнении этих условий, как заверила руководитель городской администрации, город сумеет и решить проблему долга, и приобрести необходимое количество квартир для переселенцев. Непростой выбор между большим дефицитом бюджета и приобретением жилья депутаты делают в пользу последнего. За поправки в бюджет проголосовали единогласно. Уже в ближайшее время начнутся процедуры по покупке. В Саратове прошла акция в поддержку известного спортсмена Артема Чеботарева. Чемпион Европы по боксу пытается отстоять проведение турнира международного уровня в нашем городе. Почти скандальная ситуация взорвала соцсети, в которых призывают помочь Артему в этом самом трудном бюрократическом бое, который уже отправил в нокаут многих именитых спортсменов. Но в то время как пловцы и гребцы покидают регион, а боксер собирается продавать машину, чтобы провести чемпионат, гонорары приезжих звезд бьют все возможные рекорды. Сколько стоят легионеры в Саратове? И как скандал с Фабио Капелло вскрыл сметы зарплат местных игроков? Наш специальный репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До многомиллионных валютных контрактов региональному спорту не дотянуть. Привилегированные игроки местного уровня могут похвастаться зарплатами разве что в 100 тысяч рублей. А вот федерация не так давно блеснула щедростью. За подготовку и выход в сборной в финальную часть чемпионата мира 2014 он получил годовую зарплату в 12 миллионов долларов и замкнул пятерку самых высокооплачиваемых тренеров планеты, одновременно став самым дорогим тренером в истории российского футбола. Но настоящий скандал вспыхнул вокруг отставки Дона Фабио. Наградой за неэффективность стали 375 миллионов рублей. Тренер дает результат. Если бы сборная России по футболу стала чемпионом мира или хотя бы призерами, никакой бы вопрос не возник по поводу зарплаты Фабио Капелло. Все бы сказали, что он молодец, работает дальше и даже цифры не всплыли бы нигде. То же самое касается и хоккея. Гонорары многих хоккеистов континентальной хоккейной лиги – это наше внутреннее мнение руководителей клубов высшей хоккейной лиги, что они завышены. Получают по 150-200 миллионов в год. Это, грубо говоря, бюджет нормальной команды высшей хоккейной лиги. На этот бюджет живут порядка 50 человек. В Саратовской области тоже были золотые игроки. Самой значимой фигурой, безусловно, стал разыгрывающий «Автодора» Кортни Фордстон. Его гонорар составлял 25, а по некоторым данным даже 30 тысяч долларов в месяц. По инсайдерской информации, спонсоров, которые могли бы потянуть Фордстона, по «Автодора» не было. А значит, платили из бюджета. Мы все-таки россияне. И как в России хотят показать себя, что мы можем самого топого спортсмена привести, самого Халка, допустим, «Зенит» подписал. Но Халк все-таки хоть как-то себя оправдывает. То же самое, я думаю, происходит на более низком уровне. И в саратовском спорте все-таки у нас стараются все-таки показать как-то себя. И зачастую не за счет того, чтобы взрастить, так сказать, своего, а все-таки взять человека со стороны. Андрей Косенко в силу своей профессии знает, из каких игроков состоят саратовские команды. Отмечает, по этим критериям саратовскими их можно назвать с натягом. Да и качество импортных спортсменов зачастую отходит на второй план. Некоторые наши клубы просто перегибают здесь ситуацию. И наряду с такими топовыми игроками появляются игроки не столь серьезного уровня. Но все-таки приезжие, они свои. А это в какой-то степени, опять же, мне кажется, бьет по бюджетам спортивных клубов уже. Потому что заполняется ниша дорогостоящими игроками. А ребята, которые могли бы играть за маленькие денежки, к сожалению, не могут играть. И ниша занята. Так, поток легионеров не только вымывает бюджетные деньги, но и сбивает с ног перспективных местных игроков. Но оценить масштаб спортивно-стихийного бедствия практически невозможно. Если за рубежом зарплата практически каждого игрока находится в общем доступе, в России информация до сих пор под грифом «Секретно». Жажда спортивного триумфа зачастую заставляет отойти от традиций династий и кроновать пришлого лжелегионера. Искусственно раздувая звездности, буквально вкладывая в руки власть и славу. Место элитного игрока никогда не бывает пустым, но зачастую, вопреки ожиданиям, команда оказывается в метафористичном смысле голым королем. Местных звезд, ставших знаменитыми уже даже в Европе, замечают разве что фанаты. Это сейчас он обладатель олимпийской лицензии и путевки в Рим, а еще несколько месяцев назад рисковал остаться ни с чем. Звезду чуть не погасили приземленные проблемы. В тени триумфа померк тот факт, что бой должен был проходить вовсе не в столице. Мы сделали большую работу, чтобы привести этот бой в Саратов. То есть нам отдали его в Саратов. Это именно Швейцария, Федерация бокса АИБа, именно мировая. Я очень сильно просил. И министерство наше подвело меня. В последний момент взяли отказались. Ну, слава богу, хорошо там Москва поддержала меня. На смену фото из Лужников сейчас в сети начали появляться новые, но не такие позитивные кадры. Артем Чеботарев готов продать авто и вложить деньги в организацию боя за титул чемпиона мира. Только за то, чтобы он прошел в Саратове. Теперь вынужден просить о помощи болельщиков и бизнес-сообщества, что породило в соцсетях настоящий неспортивный скандал. Если бой не состоится, Артема могут лишить олимпийской лицензии. Дорогие друзья, 13 сентября – знаковый для меня день. У нас в родном городе Саратове я буду драться за титул чемпиона мира в своей самой категории. Многое будет зависеть от вашей поддержки. Приходите, поддержите. Это очень важно для меня. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, большинство звездных спортсменов предпочитают блистать в других регионах. Так из области уже уплыли медали Ильи Захарова, Ивана Кузьменко и Степана Суркова. Лучший спортсмен в истории саратовского биатлона Александр Логинов отправился на север. Теперь выступает за Тюмень. На трикошетилой ракетке Анастасию Гасанову и Софию Эстерман. Напротив, взяли курс на юг. В мае месяце были соревнования. Вот там выиграл сильного мальчишку своего дружбана из класса. Он характер подрос. Вперед пошли. Раз, два и снизу удар. Он из тех, кто видит будущего чемпиона по первым шагам. И вместо того, чтобы покупать, выращивает новых звезд. Павел Удодов для саратовских спортсменов фигура культовая. Свой доход не скрывает. До капелла явно далеко. Один год, я так вам могу сказать, я был, наверное, самым высокоплачным тренером в Саратове. У меня было 42 тысячи зарплаты. Я получил отпускные 84 тысячи. Можно спокойно ехать на юг. Но у меня было там три группы. Человек 25 у меня был. Но они все были чемпионами страны. Они все были призерами мира, Европы. То есть за них я какие-то по 50 процентов даже получал, по 25. И это была нормальная зарплата. А чтобы его сделать таким, его надо 5 лет готовить, отвезти на чемпионат страны, на чемпионат округа. И ты из-за результата его будешь только получать год. Вот и получается, что расти чемпионов приходится за счет собственного энтузиазма. Да и просто. За свой счет. Из растущей коммерческой составляющей в спорте в последнее время все чаще вкладывает в учеников свои заработанные. Воспитать мастера спорта – это надо упираться 5 лет. Там, понимаете, возить его куда-то. А если у него денег нет, то надо его возить за свои. То есть жена дома говорит, у тебя трое детей, ты куда его повез за свои. Гольного энтузиазма явно не хватает на то, чтобы наполнить сборные талантливыми спортсменами. Сейчас, если посчитать, мы не можем собрать одну сборную. Мы радуемся, когда какой-то из игроков не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, чтобы его забрать в сборную, чтобы он помог нам решить вопрос на чемпионате мира. Но это же неправильно. Мы должны иметь 2-3 сборные, как канадцы. Мы должны, в конце концов, иметь ту пирамиду, с которой идет весь хоккей. Начинается весь хоккей с детства. В том, что хоккей в области практически уничтожен, обвиняли и экс-министра спорта. Область лишилась взрослой команды спортсменов из-за личного конфликта на Эли Бреленок с председателем областной федерации. Кроме того, она не выполнила обещаний по финансированию команды молодежной лиги и даже через суд пыталась вернуть бюджетные субсидии. Бреленок не раз предъявляли претензии по поводу избирательного подхода к помощи саратовским командам. Поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться лично губернатор, а на уровне министерства новый руководитель. На эти клубы было предусмотрено на «Автодор» 78 миллионов рублей. Это та сумма, которая пошла на завершение игрового сезона 2014-2015 года. На футбольный клуб «Сокол» тоже порядка 78 миллионов рублей. Это тоже та сумма, которая пошла на завершение сезона. И завершение сезона хоккейного клуба «Кристалл», который уступал в молодежной хоккейной лиге, тоже там был разыгран грант в размере 5,5 миллионов рублей. Притом эта сумма были полностью все отработаны с клубами, и здесь бюджет покрыл полностью все их расходы. До звездности саратовскому спорту, как до звезд, которые слетают с местного небосклона, ярко просеяв максимум один сезон. Так высокооплачиваемый Кортни Фордсон уже уехал в Турцию, а в команде «Автодора» уже выстрелился целый ряд других американцев. Здесь, пожалуй, было бы оправдано так актуальное сейчас импортозамещение. Тогда вместо покупных иностранцев было бы куда более выгодно выращивать своих звезд. Вероника Арапова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Земляной вал, водная преграда и минное поле – это лишь часть этапов, которые прошли на полигоне «Широкий Карамыш» в рамках международных армейских игр. В них принимали участие команды из пяти стран – это Россия, Венесуэла, Китай, Ангола и Республика Беларусь. Самой зрелищной считается стрельба из миномета. Для этого этапа китайцы привезли с собой уникальную установку, которую некоторые российские военные никогда не видели. Оглушительные звуки залпов услышала Мария Смирнова. Едва уловимые точки на полигоне – военные из Венесуэлы. Увидеть своими глазами мощь их артиллерийского удара нелегко. Боеприпасы – боевые, техника безопасности. Поэтому журналисты смотрят через объективы камер. Что до зрителей – комментаторы в помощь. Первый выстрел, первый промах. Цель поражена. Три штрафных круга. Газагор плюс, фолм плюс, нарушений не было. Ныряют в водную преграду и появляются из нее в каскаде брызг. Мастера артиллерийского огня – одна из дистанций международных армейских игр, словно биатлон в военных масштабах. Из минометного комплекса «Сани» нужно попасть в мишень – белые круги. А затем дистанция – каждая мимо штрафные километры. У команды «Анголы» уже два с половиной. Это только на первый взгляд кажется, что самый сложный этап позади. Действительно, попасть в мишень, которая находится на расстоянии полутора тысяч метров, непросто. И лишь сейчас, понимаешь, вот оно, настоящее испытание для военных «Анголы». Это загрузить в машину минометный комплекс «Сани». И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И даем там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою. Справиться с минометной установкой не могут сразу несколько команд. Венесуэлы и Ангола играют не только на поле соперника, но и его оружием. Не знают некоторых исконно русских подходов. Чтобы техника заработала как надо, надо постучать молотком. Жан, я верю в душу твою. Вот так выглядит вся дистанция. Сначала дают жару минометной установкой, затем поднимаются в гору, спускаются. И самый зрелищный этап проезжает по воде. Всего пять команд из пяти стран. Между тем, объективы журналистов прикованы к китайским военным. Вместо минометного комплекса его в республике сняли с вооружения. Стреляют из самоходной артиллерийской установки. Хотелось бы не только визуально, так сказать, прощупать, но и потрогать, покрутить, осознать, как, что это действует, почему быстро, четко. Главное, как вы сами убедились, практически без промахов. То есть, они стреляют только в цель. Чтобы уравнять изначально неравные итоги дистанции, решили добавить китайским военным дополнительные минуты. Ввести так называемый коэффициент согласования или добавочный коэффициент, который бы уравнял хотя бы немного возимый миномет «Сани» с самоходным артиллерийским орудием. Правда, даже современная артиллерийская установка китайским военным не помогла. Они, так же, как и участники из Белоруссии и России, настреляли на одинаковый результат. Окончательные итоги этапа отзвучат 12 августа. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Спустя два дня после завершения этапа армейских игр в нашем регионе подвели итоги. Победителем стала команда России. На торжественной церемонии закрытия международных армейских игр 2015 сборную нашей страны признали лучшей по итогам двух этапов соревнований. Индивидуальная гонка и эстафета. Второе и третье место заняли военные из Китая и Белоруссии. Кроме того, лучшим командиром миномета стал сержант Кирилл Гринько из Белоруссии. Лучшим водителем – первый сержант из команды Анголы, а лучшим наводчиком – ефрейтер из Китайской Народной Республики. Отдельные награды за героизм и мужество получили сборные Анголы и Венесуэлы. Таковы главные новости этой недели. До встречи на телеканале «Саратов-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова